Всем привет! Вы на канале Субервижн. И сегодня я покажу, как съездил на Рептилиум. Вы увидите самые интересные моменты, которые попали мне в объектив. А в конце узнаете основную цель моей поездки. Ну что, поехали? Итак, я решил посетить Рептилиум. Последний раз на подобном мероприятии я был три года назад. Поэтому я возлагал много надежд на Рептилиум 2021. Кого же больше всего на Рептилиуме? Хомо сапиенсов это понятно. Конечно, больше всего на Рептилиуме было змей и различных ящериц. Это можно понять уже по названию. Они как-то меня не очень впечатляют. И пока я точно не собираюсь становиться заводчиком подобных существ. Но в целом было очень много красивых морф всех цветов радуги. Размеры питомцев тоже были абсолютно различны. Некоторые продавцы заморачивались и делали прикольные стенды. А некоторые притаскивали на выставку абсолютно уникальных рептилий. Особенно, мой взгляд, привлекли вараны. Их там было немного, но те, которых я увидел, произвели огромное впечатление. Очень мощные и красивые. Вараны, конечно. Муравьиная тема была тоже представлена. Причем не только отдельными формикариями и жнецами. Был даже продавец с целым набором различных видов. Не сказать, что много чего интересного, но, по крайней мере, можно пополнить свою коллекцию какими-то другими ребятами. Панерин, кстати, не было. В основном компонотуса. На выставке также я увидел микрофилах. Матка размером с матки Туркестануса. Странные какие-то, в общем. Лягушечки. Много красивых, классных. Даже захотелось их завести. Но пока я также не готов. Может быть, попозже. Например, посмотрите на эту прелесть. Были и другие прикольные насекомые. Какие-то гигантские кузнечики, палочники, мокрички и так далее. И почему-то, глядя на них, в голове проскальзывала мысль. Какой же прекрасный и сочный корм для муравьев. Но эту мысль я отгонял подальше. Вы не думайте, жалко будет таких красивых гигантов пускать в расход. Пауков было также достаточно много, на любой вкус. Но пока мне хватает своего ненаглядного пушистика. Он не так давно получил обновленный дом и живет среди живых растений в собственной норе. Обилие скорпионов присутствовало. Я в них не особо разбираюсь, но многие выглядят очень интересно. На выставке были эфрины. Прям ностальгия. Я уже содержал одного. Видосики про это можете найти на моем канале. Прикольным моментом было наличие на выставке различных раков и крабов. Очень интересно было за ними понаблюдать. Растений тоже было достаточно. Одни из участника выставки были Георгий и Мария Короленко, компания Florarium Plants. Но про этих ребят я расскажу чуть дальше. На втором этаже, кроме рептилий, были и различные сувениры. Тут и черепа животных, и какие-то заспиртованные птенцы, перья птиц и многое-многое другое. Также на выставке можно было приобрести и корм своим питомцам, начиная от сверчков и заканчивая мышками и крысами, как в живом, так и в замороженном виде. Да, мышки, вам не позавидуешь. Кого лично мне не хватило, так это, конечно, жуков, хищных растений и пауков-скакунов. Скакуны были, но уже взрослые особей и то крайне мало. А жуков и хищных растений я вообще не нашел. Кто жаждет узнать что-то новенькое, могут послушать на рептилиуме различные лекции и посмотреть мастер-классы. Как раз на один из них я и хотел попасть. И, конечно, это создание природного формикария для муравьев. Не просто формикария, а огромного умного комплекса. Его создали Георгий и Мария из Флорариум Планс. Об этом я расскажу и покажу вам в следующем ролике. Поэтому подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Надеюсь, вам понравилась небольшая экскурсия по осеннему рептилиуму 2021 года. Скоро увидимся. Всем пока!